Послание апостола Павла к Галатам, 5 глава, 17-15 стих. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается в любви ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга вылезаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Послание Павла к Галатам, 1 век, а какое отношение мы к этому имеем? А когда посмотришь на все, что вокруг есть, и что делается в церкви, в семьях, только сегодня утром он написал это послание, съедаете, угрызаете, приходят, спрашивают, а можно ли есть какие-то помпушки во время поста. Они маском подмазаны сливочным. Да кто там сливочным маслом-то мажет? Растительным-то не всегда мажут. И священник на это отвечает. Вот за этим смотрите, а друг друга живем съедаете, этого не видите. Децемеры, мы не знаем, все ли послания апостола Павла сохранились в том виде, в каком мы их получили. А может, они более длинные были. Но что не все, это определенно. И Павел считал ли все послания других апостолов? И другие апостолы, кроме Иуды, Иакова, Иоанна и Петра, писали или нет? 12 апостолов было-то. Ни одного послания-то больше ни от кого нет. У нас уверенности ни в чем нет. Церковь сохранила именно вот это, я внесла в канон. То, что есть Ветхий Завет, ну, легко предположить, что знали люди тогдашние. Но все ли книги Ветхого Завета они знали? Не знаем. И апостолы, которые написали послание, вошедшее в Новый Завет, они друг друга читали или нет? Сегодня все еще не установлено, в каком году какое послание было написано. Никто не знает. Самые лучшие исследователи не могут этого узнать. А мы узнаем. А вам описано 24 июля 2010 года, утром рано, чтобы мы успели сюда прийти и послушать, что говорит нам не Павел, а Дух Святой. Начинаем читать заново. К свободе призваны вы, братья. Свобода эта долгожданная, самая приятная для человека. Люди, которые находятся на свободе, они ее не ценят. Заключенные все время пишут в камерах, свободу оценит только тот, кто потерял ее, и колючей проволокой обрамляет. Какой ему камер не прошел, это самый ходячий лозунг. Это страшное дело. Когда мать отрывается от трудного ребенка. Она кричит, я не выдержу. Никто с тобой не разговаривает. Арестованный. Свобода потерянная. И ты понимаешь, я хотел, ходил. И Христос говорит Петру, куда хотел, не ходил. Но придет время, другое подпояшет тебя. И поведут, куда не хочешь. Свободу надо оценить. Но когда дали свободу, после крушения тоталитарного коммунистического режима, люди подумали, что свобода это вседозволенность. Все можно делать. Мы же свободны. На работу не пойдем. Одни праздники. А оказалось, что свобода в рамках закона. А закона-то как раз и не знают, да правильно ли он в закон. Но мы верующие знаем, если верный, точный закон, данный Богом и Его, Святая Библия. А теперь, все, которые эти места учитают, читают, считают. Все ли люди спаслись? Конечно нет. Для многих, Павел говорит, что это послужило осуждению. И для евреев, которые имели Слово Божие в руках, они потеряли не только Родину, они потеряли храм, они потеряли сами себя. А что для этого нужно? Толкование святых отцов. Снова вопрос. А если имеем толкование, то все ли спасутся, кто имеет толкование? Нет, конечно. Здесь нужно приложить самое главное толкование. Какое отношение это имеет ко мне? Если я скажу тебе, что ты как раз съедаешь и выгрузаешь, у тебя в ответ уже заготовленная фраза. Ты за собой вспадывай. Я за свои грехи отвечаю, а ты за свои. Я уже жизнь Анжелу знаю, как отвечают люди. А на того, говорит, а ты поцелуй за эти слова, за намерение его исправить тебя. Хотя бы ложь он сказал. Вот тогда уже есть намек на спасение. Что бы в священном Писании не прочитал, сразу-то посвятательный знак ко мне. Благодарю. А чтобы в это вникнуть, начинай перебирать свою жизнь. Ну, исследовать глубины моря, земли люди научились немножко. Исследовать молнию никто не может. Но когда Дух Божий молниеносно ударит в совесть, и высечет у тебя слезу, вот тут начнется истинное разумение Слова Божия. Почему Павел говорит, не пристанно молитесь. Да я же мысли эти понимают. Мысли мои не ваши мысли, говорит Господь. Но как небо от земли, так мои мысли от мыслей ваши. Вот это-то как понять? А понять-то должен любой патриарх и любая бабушка. Нужен научиться размышлять и применять к себе. Только бы свобода не была поводом к угожениям плоти. А я свободно могу поститься, могу не поститься. Ведь правда? Свобода, да-да-да. А если не разрешает меня, у батюшки выпрошу молочный, у меня гостит, перетонит. И потекли к священникам. А свобода в том, что скажи, все одним и буду живой. То, что мы едим в блокадном, если бы показали Ленинграде, это люди не поверили бы, что это простые люди, такие обеды имеют. Они бы сказали, да первый секретарь не так обедают. У нас все есть для жизни и благочестия, Павел говорит. Свободе призваны. Ибо весь закон в одном слове. Христос говорит две заповеди. Возлюби Бога и ближнего. А Павел, первую, наивысшую заповедь, включил во вторую. Люби ближнего, как самого себя. В одном слове. Ближнего и как самого себя. Да почему же так? А потому что в ближнем ты должен Бога увидеть. А разве это можно? Можно. Посетили больного, Господь говорит, меня посетили. И невместимый небесами Бог находится на одной постели, умещается. Ты подал всего лишь, может быть, кусочек хлеба. Напоил всего лишь стаканом холодной воды. А Господь говорит, меня посетили. Меня накормили. Вот тогда понятно будет, что значит возлюби ближнего, как самого себя. А это свобода, да. А свобода такая, не погода, не пойду. А человек нуждается. А верующий так не рассуждает. У него главное слово надо. А хочу, не хочу, это не верующие слова. Я не хочу, а я должен пойти и сделать. Почему? Мой Бог посылает меня. Мой Дух Святой побуждает меня. Я обязан пойти. Нас вот родители именно так и приучали. Они не знали Евангелия. Но у нас были беспризорные. Бабушки жили. Я хорошо помню. И мать что приготовит? Нам в руки на конце деревни. Идите, отнесите. Сегодня праздник. Наступил день рождения. Мать печет большой пирог. На конец деревни там бабушка. Я уже знал. Это не наш край деревни. Наш там был. Но я шел туда. А ангел-хранитель весь год ждет канона. Ну, так она говорила. Я шел с бабушкой и молился там. Ну, не за пирог. Это так уже было. Но это сохранилось на всю жизнь умением делиться. Приучите к этому детей. И вы оставите уже доброе наследие любви ближнего, как самого себя. Вы образеете парализованные. В незнакомом месте. Никому ты не нужен. Я скажу, что мусульмане тебя не бросят. Я как-то один раз просчитал. Едут они по пустыне. Ну, и кукель, барашка. Закололи на двоих. Подходит, а огонь горит. Салям алейкум. Сел рядом Алкастра. А Алкастра теперь знает, что уже на троих. И когда, говорит, барашка, это створился, 44 человека сидели возле котла. И все поровну получили. И у них отогнать, не дать, это считается непростимый грех. Этого нельзя. Аллах одинаково всех сотворил. Одному дал богатство, за него ответишь. У меня бедность, если я не возрабщу, получил. Да это же принципы Евангелия. Эти люди так близки к евангельской вере. Кто бы пошел туда, как отец Даниил Сусоев? Кто бы пожертвовал еще жизнь? Об этом надо молиться, чтобы талант Даниила Сусоева умножился тысячекратно в России. Священников-то ведь речь идет о 18 тысячах. Но никто больше этот подвиг повторить не может. Зная, что ему угрожает смерть. 14 раз звонили. И он, несмотря на это, продолжал любить этих убийц и свидетельствовать о любви Божией. В первом послании Коринфянам 13, 4, 7. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Стоит это открыть, пусть никого рядом не будет. И по пунктам начинает считать, любовь не превозносится, не над кем. А как это? И вот сразу начинает Бог работать над человеком, не гордиться, но я не горжусь, а чего я буду превозноситься? А поглубже, не понимаешь, стайну молитву, положи в стопокломок, и ты увидишь, как начнет проясняться, горжусь. Сам не хочу того, а получается, что превозношусь. Не бесчинствует. Не раздражается, не раздражается. Не раздражался. И все. И следуйте самих себя. А кого это относится, в первую очередь, ко мне? Я уж сегодня 10 раз раздражился. А где же этот успех? А где же это совершенство во Христе и любовь? Благо еще православное, еще священник обречит, наставит и все. А если книги этого нету, люди в мире живут, вот к ним теперь пойди и расскажи это. А о любви все депутаты говорят. Первое, Коринфянам 8 дней. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. А говорит о пище. Все позволительно, но не все полезно. Но речь идет не только о пище. Речь идет о поведении, о чтении, осмотрении. Коринфянам 1, 9, 19. Ибо будущее свободен от всех. Я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Приобрести чего? Сегодня спроси, приобретать надо? Ну все сразу понимают, доход, деньги, книжка, инфляция. Слова один за другим пойдут. А Павел говорит о приобретении душ. И на первом месте выходит слово благовестие. Другим рассказать. Вот завтра, если Бог благословит, мы снова едем в новую деревню. Об этом начните молиться. Кто не может никак, на транспорт помогите средствами. В молитвах своих вознесите. Мы всюду говорим, мы к вам поехали. А у нас дома в Потеряевке продолжают молиться, чтобы ваши сердца расположились. Чтобы вы приняли слово, которое мы вам принесли. 1 Иоанна 3, 16, 19. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывая в том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом истинную. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед ним сердца наши. Видеть нужду и помочь. Так он мне может этим же воздать. А об этом не надо думать. Сможет, хорошо, а если не сможет, то еще лучше. А иначе тоже делает и язычник, если надеется получить столько же. 1 Петра. Значит, Иоанн говорит те же слова, что Павел, но читал ли он Павла в послании до этого, не знаю. Но этот Дух Святой так сделал, что он говорит, любовь заключается в следующем. Дальше Петр говорит, 2.16, как свободное, не как употребляющее свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Быть рабом Божьим и просто, и очень трудно. Просто, только скажи, я раб, никуда не надо. Истинную свободу тело ты не потерял. Но быть Божьим рабом, это слышать его голос. Нужно учиться после молитвы не уходить с молитвы. Вот как у нас 7 минут ездить до молитвы дома, хотя бы минуту после молитвы, постой. И скажи, слушай, раб твой, закрой глаза, отвлекись от всего, и почувствуешь, что-то здесь есть. Бог положит тебя на сердце. Я еще молился, Господи. Так ли это все идет? Надо научиться слышать голос нашего любящего Иисуса. 2 Коринфянам 12.15. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Можем ли мы это сказать? Что что делаем, делаем по любви для спасения душ. Если делаешь для души человека, то по плоти ему не будет нравиться. Нужно делать расширенный кругозор самого себя. Вы знаете эту притчу? Я ее кратко скажу. Когда Господь посылает людей, говорит, зовите на брачный сын пир. На пир сына. Я понимаю, виноградники не хотели отдавать виноградник. Тут понятно, завладеть его. Но когда на пир звал, ничего не надо делать. Только приходи, садись и пируй. Ведь не пошел никто. И причины-то какие были? Вала купил какого-то. Ну, сегодня сказать машина. Я поеду и ее испытываю. Ну уж купил теперь, какая разница тебе теперь. Но за машиной кроется другое. Надо поехать. Да мы уже решили поехать на лоба природы. За этим другое. Что с этими валами, с лошадиными силами? А тут я женился. Дело-то не в женитьбе. Дело в том, что раз женился, значит есть дети. А дети есть, есть родня. Я не могу поехать на благовестие. У меня родственники приехали. Я-то сегодня только понял. Что это надо шире смотреть. Это все уйдет. Горит земля и все, что на ней. А этого могло не быть. И тогда не вспомянется ни дети. Хотя бы их тысячи было. Хотя бы ты сто тысяч лет прожил, но умер. А все равно придется. Что ты сделал для того, чтобы больше приобрести душ? Как ты на это смотрел? Тебе семья, родственники мешают. А сделать вывод такой можно. А вот родственники, да они богато живут. Да на машинах. Да мы завтра пять машин представим. Вот тут понятен вопрос. Это духовное рассуждение. А плоски все рассуждают. Вот поэтому Павел говорит, к нам это относится. Чтобы эта свобода не послужила соблазном. Это соблазн, когда мы самый главный наказ Христа отводим. Вот родители, когда умирают без нас, и мы приезжаем. Мы же расспрашиваем, а какие последние слова мама сказала? Что она нам сказала? Я вспоминаю маму, она постоянно повторяет, дети мои, живите друг другом мирно. У матери был главный наказ. Живите мирно. А последние слова Христа воскресшего при вознесении было, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Не то, как вы научены, а как Христос учил. Значит, ему нужно знать Евангелие. И для этой цели положить это в последние слова Христа. А дальше, учая их всему, что я сказал, и погружая их. Слово Христа в оригинале стоит погружая. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это последние слова Христа на земле. Этим он запечатлел, что выполнил свою миссию, и ему дана власть на небе и на земле. И эту власть крестить Бог дал священникам. И поэтому потерять священство, то потерять церковь. А если дальше говорить, потерять наказ Христа. А без наказа Христа, тогда и Христа нет. Деяние. 2035. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых. И памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал. Блажение давать, нежели принимать. Нигде Христос этого не говорил. Вот что главное. Когда он сказал, значит, Павел получил что-то, чего ни один апостол не знал. Это в книге в Евангелии не написано. И далее. 2 Коринфе 4.5. Ибо мы не себя проповедуем. Но Христа Иисуса Господь. А мы рабы ваши для Иисуса. 2 Коринфе 12.15. Я охотно буду издерживать свое и стащать себя за души ваши. Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, менее любим вами. Иуда 1.10. А синизм на слове то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расплевают себя. Я все думал, что речь идет только о похоти. Но животное знает и другое есть. А есть это означает все положено на то, чтобы дети были устроены по-хорошему, чтобы у меня был полный достаток, у меня была дача, и все остальное. И тем расплевают себя. А в чем оно растение? В словах Христа забытых. Поставь себя за правило. Узнать у Господа. Господи, родился я свыше или нет? А рожденный свыше, он помышляет о небесном все время. Рождение свыше определит, будешь ли царством небесным. Этот главный вопрос надо решить сегодня. Многие уже крещены спрашивают, родился я свыше или не знаю. Рожденный свыше духовную пищу принимает с радостью. Рожденный свыше слышит наказ Христа. А если он противится человеку благовестным, написано так. Дух антихриста познается так. Кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти? Не исповедует. Это не на исповедии. Христос говорит, кто не исповедует меня перед людьми, того я не исповедую. Не надо этих слов бояться. Поэтому положи все, чтобы постичь таинственный смысл слов Христа. Иуда 1.4. Ибо вкрались некоторые люди из древних предназначенных к погибели. И вопрос, а не я ли это вкрался? Только если с христианином. И поэтому вся наша жизнь, дыхание направлено должно быть для одного. Любить ближнего, как самого себя. А кто ближний? Христос рассказал в критче о соборенении. Чтобы им, израненым, указать путь гостиницы. Донести их туда. И отдать за них 2 динария. Ветхий Новый Завет. Святую Библию. Аминь. Аминь.